Мы открыли новый телеграм-канал, где будет публиковаться информация про животных, о которых вы даже не слышали. И бонусом там будет публиковаться эксклюзивные документальные фильмы в 4К-качестве, которые недоступны на ютюбе. Ссылка на телеграм в описании или в закрепленном комментарии. Во время отлива охотиться проще. Белобрюхи-орланы образуют пары на всю жизнь. Вокруг комода водятся прожорливые морские звезды, огромные наполеоны, мурены, которые выслеживают добычу с помощью обоняния. А также дельфины, у которых есть свой язык. Каракатица – мастер маскировки. Морские огурцы ищут еду на песчаном дне. Актиния, которая охотится ночью, светится в темноте. Черепахи могут развивать скорость более 50 км в час. Сегодня мы познакомимся с людьми, которые живут в удивительном мире комода. И побываем в пещере, где когда-то жили легендарные существа, о которых говорят до сих пор. А также узнаем о загадочном затонувшем корабле и его храбром капитане. Водный мир острова Комодо. Загадочная пещера и затонувший корабль. Загадочная пещера и затонувший корабль. Это острова Национального парка Комодо. Они относятся к малым зонтским островам. Ржавый цвет пейзажа говорит нам, что сейчас сезон засухи. Вместе с дождями остров вновь обретает зеленый цвет. Так было и в те времена, когда здесь обитали существа, которых больше нет. На одном из островов под землей существует мир, который совершенно не похож на наш. Добраться туда быстрее всего по морю. По парку Комодо плавают несколько видов лодок. У каждого вида свое назначение. На таких лодках перевозят грузы и охотятся. Они используются довольно часто и выполняют ту же роль, что и автомобили на суше. Это баган. Характерная лодка данного региона является рабочим инструментом и обеспечивает жизнь многих семей. Баллоны с обеих сторон делают ее более устойчивой, а каркас между ними увеличивает полезную площадь. Рыбаки используют цвет, чтобы приманить рыбу и креветок. Еще один вид лодки, поменьше и с одним баллоном, называется кеттентинг. Путешественники со всего мира перемещаются на таких лодках, чтобы познакомиться с регионом Комодо. Эти суда напоминают старые пиратские корабли. А их вид зовет в приключения. Самый старый из них – Аделаар. Построенный в 1902 году в Нидерландах, он служил грузовым судном. Во время Второй мировой войны он был конфискован немцами. После войны он перевозил товары по Балтийскому морю. В 1954 году мачты сняли и установили первый дизельный двигатель. В 1979 году двое друзей захотели купить у старого капитана судно, которое вышло из строя. В итоге у них получилась 39-метровая лодка, которая затем поплыла по рекам и каналам в Восточный Берлин. В 1981 году лодку отремонтировали в Нидерландах, там же, где она появилась на свет. Ее узнал старик, отец которого участвовал в ее строительстве 80 лет назад. С тех пор она ходила по Средиземному морю, достигла Карибского бассейна, а затем и Новой Зеландии. Сейчас она курсирует между Бали, Комодо и Нуса-Тингарой. Когда наступают сумерки, в воде сложно что-либо различить. Однако есть вещи и явления, которые можно увидеть только ночью. Коралловый риф – это среда, в которой различные организмы активны в разное время дня и ночи. Некоторые кораллы охотятся в темноте, обнажая свои полипы и хватая проплывающую мимо добычу. Расписной единорог активен в дневное время. Однако эта особь решила отложить свой сон на потом. Всеядное существо не брезгует водорослями, оболочниками, ракообразными и даже стрекающими. Бурая вымпельная бабочка тоже пока не спит. Рог на ее голове напоминает вымпел. Не все обитатели рифа работают в ночную смену. Актини охотятся ночью. Они выпускают свои полипы. Среди них спит рыба-клоун. Здесь безопасно. Рыбы спят не так, как люди. Они спят с открытыми глазами, так как у них нет век. Также они не входят в фазу быстрого сна, поэтому не видят сны. На рассвете риф вновь играет яркими красками. Однако солнечный свет проникает не везде. Это тайное место сложно заметить даже с высоты птичьего полета. Оно связано с существами, обитавшими здесь 50 тысяч лет назад. На острове Флорес ходят легенды об Эбу-Гогу, что означает «бабушка, которая ест все». Жители ближайшего поселка соблюдают свои традиции, поэтому прежде чем войти, нужно спросить разрешение у старейшины. Среди деревьев спрятаны врата в подземный мир. Пещера Рангко. Вход напоминает огромные челюсти. Так ли она выглядела, когда сюда впервые вошли маленькие волосатые гуманоиды ростом в один метр? Что они почувствовали, попав сюда? Удивление, как мы, или, может быть, страх перед неизведанным? Что скрывается под зеркальной гладью воды внутри пещеры? КОНЕЦ ритм нашей звезды оставался неизменным на протяжении миллиардов лет когда солнце медленно садится на западе кажется что все живое начинает умирать а в воде все приходит в движение к концу дня надо обезопасить имущество и вернуться к семье каждый ищет убежище одни в ночное время спят другие наоборот более активны некоторые существа совсем крошечные этот вид называется креветки верблюды или танцующие креветки длина их тела не более одного сантиметра хотя некоторые могут вырасти до 4 сантиметров танцующие креветки обитают на глубине до 30 метров и обычно живут группами состоящими из нескольких десятков особей самки этого вида могут отложить до 1700 икринок которые вылупятся примерно через девять дней эти креветки прячутся от хищников в трещинах и щелях однако сами они хищники и питаются планктоном разные виды креветок встречаются в разных средах и они могут значительно отличаться друг от друга размер некоторых видов всего несколько миллиметров другие могут быть более 10 сантиметров в длину длинные усы всегда на чеку креветки боксеры играют важную роль чистильщиков они питаются мертвыми клетками кожи рыб а также паразитами живущими на ней среди полипов прячется коралловая креветка их иногда называют креветка и попкорном из-за формы и цвета их головы кораллы защищают ее от хищников ежовые рыбы прилипалы питаются икрой креветок а также трубчатыми ножками водно-сосудистой системы морских ежей ночь заканчивается грозой после грозы всегда всходит солнце если долго вглядываться в бездну бездна начинает вглядываться в тебя сталактиты свисающие с потолка похоже на зубы люди часто боятся скрытого и неизведанного однако если нужна защита или отдых необходимо закрытое пространство которое даст чувство безопасности для этого идеально подходят пещеры согласно легендам которые передаются из поколения в поколение среди народа наги язык эбу-го-го звучит как журчание или треск нужно просто закрыть глаза и прислушаться сегодня чтобы войти в пещеру и прикоснуться к истории нужно спуститься под воду другого пути нет в пещере и и и и и и Дно пещеры покрыто пылью. Это очень мелкий песок, который когда-то был частью твердой породы. Однако даже она не выдержала испытания временем, единственная постоянная черта которого – переменные. Это самая неглубокая часть пещеры. Помимо пыли, дно также покрыто обломками потолка и спелеотемами. Вода соленая. Это смесь морской и дождевой воды. Геологическую историю пещеры можно прочесть по камням, но мы не узнаем, что происходило в ней, когда здесь не было воды. До недавнего времени мир относился к Эбу-Гого, как к местной легенде. Как были потрясены ученые, когда в 2004 году на острове Флорес были обнаружены останки доселе неизвестного гуманоида. Исследование показало, что им 12 тысяч лет, хотя позже выяснилось, что самым молодым из них было около 50 тысяч лет. Лучше всего сохранился почти полный скелет и череп женщины, ростом около одного метра. Вид получил название «Человек флоресский». Конечно, никто уже не помнит, но, может, прото-человек с острова Флорес является источником легенды об Эбу-Гого? Шероховатая поверхность скал – результат эрозии, начавшейся еще до того, как они оказались под водой. Эта огромная колонна возникла благодаря осаждению карбоната кальция из воды, капающей с потолка. Должно быть, она очень древняя, поскольку они вырастают всего на несколько миллиметров в год. Внутри пещера выглядит как памятник, которому сотни тысяч лет. Для человека она кажется неизменной, однако процесс формирования пещеры длится столько же, сколько и ее существование. Природа никуда не торопится, и красота создается медленно. Еще один спелеотем, сформированный водой и гравитацией, в его основании можно увидеть трещины. Они могли возникнуть в результате землетрясения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Механизм возникновения пещеры долог и сложен. Вначале вода проникает в трещины в горных породах, расширяя и вымывая их со временем. Так формируется подземная система каналов. На этом этапе вода заполняет весь коридор и часто течет под довольно высоким давлением. Затем вода течет только по полу, хотя некоторые участки могут быть полностью затоплены. Сухие коридоры, конечно, тоже со временем могут наполниться водой. Оказывается, среди доисторических камней можно найти жизнь. Пузырьковые водоросли – один из крупнейших одноклеточных организмов в мире. Диаметр клетки может достигать 5 сантиметров. Концентрические круги в углублении – это наслоение пород. Действие времени и гравитации хорошо заметно на потолке пещеры. Как выглядит процесс образования сталактитов и других спелеутемов? В первую очередь для этого необходима зона аэрации, то есть вода должна отступить и может присутствовать только в виде капель, падающих с потолка. Когда дождевая вода просачивается сквозь землю, в ней содержится довольно много углекислого газа. Угольная кислота вступает в реакцию с кальцием, поэтому жидкость, проникая через почву, растворяет ее и затем мигрирует в пещеру. Когда вода вместе с растворенным кальцием достигает пещеры, она расширяется. При понижении давления карбонат кальция выпадает в осадок. Однако это не тот же процесс, что испарение, поскольку влажность в таких пещерах близка к 100%. На протяжении тысячелетий слои карбоната кальция образуют спелеотемы. Это происходит со скоростью несколько миллиметров в год в зависимости от климата и условий. Если какая-то часть пещеры оказывается затопленной, процесс останавливается. Красота рождается в тишине и темноте. Однако иногда вода может достигать даже потолка пещеры, например, после землетрясения. Так образуются врата в удивительный подземный мир. Именно благодаря им люди могут понять, что под их ногами находятся не только почва и камни. За одну человеческую жизнь сталактит вырастает всего на несколько сантиметров. У природы есть время, у человека нет. поселок Сирайки-Сил поселок Сирайки-Сил находится на одноименном острове. Здесь быт местных жителей неразрывно связан с водой. Благодаря ей они живы и имеют пропитание. Хижина, плавающая на воде благодаря баллонам, называется керамба. В огороженных сетями участках воды разводят рыбу. В этом небольшом порту швартуются популярные баганы и другие лодки, которые перевозят людей и грузы. Рыба и морепродукты – основные продукты питания островитян. За оборудованием, которое является основным источником дохода, нужно ухаживать. Сети чистят и сушат. Мелкую рыбу или другой улов, например, кальмары, сушат на солнце. Это один из способов консервации. Источником пищи могут служить и животные. Козы дают молоко. Дома, насирая кисил, построены на сваях. Так безопаснее, ведь они находятся рядом с морем. Пространство под ними часто крытое используется как склад. Это что-то вроде подвала. Несмотря на близость соленой воды, вода из колодца пресная и пригодна для питья. Смерть является неотъемлемой частью жизни. Кладбище, как и само поселение, скромное и простое. Как и жизнь местных жителей. Однако для того, чтобы прожить свою жизнь, нужны знания, которые позволят это сделать. В начальной школе учатся дети от 6 до 12 лет. В такой маленький поселок, как Серая Кисил, учителя приезжают из других мест. На время их пребывания им предоставляется жилье. С воздуха видно, насколько мал этот поселок. Само слово «кисил» означает «маленький». Несмотря на скромные условия жизни, местные дружелюбны и улыбчивы, а также они очень привязаны к своим верованиям и традициям. Истории передаются из поколения в поколение. Согласно одной из таких легенд, Эбу Гого совершили набег на ферму. Когда они похитили и съели ребенка, люди решили им отомстить. В пещеру нападавших принесли деду якобы в знак примирения. Через несколько дней люди бросили туда тюки с горящим сеном. Похищения прекратились. Истории и легенды не единственные тайны этого региона. Тот, кто знает воды Комодо как свои пять пальцев, приведет нас к следующему открытию. Он жил и ходил здесь на лодке много лет. История, которую мы скоро узнаем, произошла не тысячи лет назад, а всего лишь в 2002 году. Она окутана орелом тайны. По мнению некоторых, в этих событиях были замешаны сверхъестественные силы. Рядом находится место, где почти 20 лет назад человек вступил в битву с природой. Это залив Сера. Здесь покоится затонувший корабль Сумба Пермай. Меня зовут Сарди, и я владелец лодки на Комодо. Я знаю историю корабля, который затонул в зале Весера. Я встречался с его капитаном. Он рассказал, как перегруженному судну пришлось бороться с огромными волнами. В корабле образовалась течь, и на палубу хлынула вода. Вдобавок ко всему, одна из досок отломилась. Капитан думал, как спасти команду, и смог добраться до бухты Танчжунг-Лохсера. Все капитаны Сулавеси и Пилауэнде владеют магией. Они знают, как заделать течь и утихомирить волны. Когда я был маленьким, я это видел. Мой отец тоже был капитаном. Иногда, если нужно было попасть в Сурабаю, дул западный ветер. Капитаны древности могли вызвать восточный ветер, чтобы он отнес их в Сурабаю. Мы верим в это. Я видел это своими глазами и слышал много историй от отца. Экипаж корабля был спасен не только благодаря знаниям капитана. Ситуация была критической. Огромные волны и течь угрожали жизням людей. Благодаря решимости капитана и чуду он довел корабль до спокойной бухты и почти до самого берега. Никто не погиб. Может, это и правда магия? Местные жители верят в сверхъестественное, в то, что выходит за рамки реальности. Они разговаривают с духами и приносят им дары. Они верят, что духи защищают их. Судно лежит на правом боку. Эти балки единственное, что осталось от левого борта. Часть палубы обвалилась. Коралловый риф постепенно поглощает затонувший корабль. Справа можно увидеть часть дна судна. Оно направлено в сторону берега. А отсюда можно увидеть правую сторону судна, на которой он лежит. Прежде чем получить вторую жизнь, корабль служил людям. Он позволил всем спастись, никого не забрав с собой. сегодня его заселили подводные существа. В его тени нашла убежище стайка рыб-хирургов. Они принадлежат к семейству хирурговых. Они получили такое название благодаря похожему на скальпель шипу у основания хвостового плавника, который они используют для защиты. Среди кораллов притаился платакс нетопырь. Он слишком молод, чтобы свободно плавать на глубине. С возрастом он присоединится к взрослым особям. Взрослые платаксы поселились на месте крушения. Они отличаются от молодых размером, цветом и формой. Чем они старше, тем овальнее и темнее они становятся. взрослые особи достигают 45 сантиметров в длину. платаксы, как правило, одиночки, но их привлекло безопасное убежище. Платаксы различных возрастов и видов живут рядом друг с другом. Иногда возникают недоразумения. в подводном мире затонувший корабль выполняет функцию многоквартирного дома, в котором соседствуют разные виды рыб. по законам природы некоторые существа спят, а другие начинают свою деятельность только под покровом ночи. коралл рода Галаксея начал охоту. Его щупальца с белыми кончиками ловят пищу. У него есть еще нитевидные щупальца, которые отпугивают другие организмы, желающие поселиться поблизости. Сабеластарта индийская – вид многощетинковых червей. Ее длинное тело спрятано в трубке на дне. Снаружи видны только щупальцы, которыми она добывает пищу из воды. Реснички на ее щупальцах приводят в движение воду, и на них оседает пища. Ракообразная из семейства раков медведей покинула свое убежище. Они живут долго, но не умеют быстро бегать, поэтому им приходится прятаться. Здесь спряталось еще одно существо. Краба-декоратора можно увидеть только если он движется. Он маскируется, украшая свой панцирь кусочками губки, ракушками и камнями. Краб-декоратор охотится под покровом ночи. Длина этой особи около трех сантиметров. Зачем рисковать, если можно слиться с ландшафтом? Этот краб-паук длиной около сантиметра использует похожую технику, только маскировкой ему служат водоросли. он принадлежит к тому же семейству, что и краб-декоратор. Камуфляж их семейная черта. Это актиния из типа стрекающих, которых еще называют кнедариями, днем взрослые особи выглядят так, будто покрыты катушками, а ночью они меняют свой облик, вытягивая щупальца и верхнюю часть тела, становясь в несколько раз длиннее, ее длина около одного сантиметра. прекрасный представитель подотряда ветвистые афиуры. Они относятся к классу афиур. Однако выглядят необычно для своего класса. Они похожи на танцующий папоротник. В естественной среде афиуры могут жить до 35 лет и весить до 5 килограммов. Размах ее щупалец может достигать одного метра. от центрального диска расходятся цилиндрические щупальца. Это чудо природы можно увидеть только ночью. Неподалеку поселился ее близкий родственник другого окраса. Ночное представление закончилось, однако и днем можно увидеть невероятные события, происходящие на затонувшем корабле Сумба. Сотни пар глаз наблюдают за окрестностями. Если одна из стеклянных рыб заметит угрозу, весь косяк отреагирует мгновенно. Для человека такой метод защиты от хищников выглядит как удивительный и прекрасный подводный балет. отреагирует Длина этой рыбо-иглы около 5 сантиметров. Она принадлежит к тому же семейству, что и морские коньки. Форма ее тела позволяет ей легко прятаться в укромных уголках рифа и других убежищах. Взрослые особи образуют моногамные пары. Рыба-игла – яйца-живородящая рыба, однако икру в кармане под хвостом хранит самец. Рыба-крокодил длиной около полуметра почти сливается с окружающей средой. Так она прячется как от хищников, так и от своей добычи. Плоская форма ее тела позволяет ей оставаться незамеченной на морском дне. С помощью хвоста колючий морской конек зацепился за коралл. Его длина всего 3 сантиметра, хотя иногда они вырастают до 17 сантиметров. Он пытается слиться с кораллом, имитируя его цвет, также текстуру и спокойные движения. Как и в случае с рыбой иглой, икру в специальном кармане на брюхе носит самец морского конька. Эта рыба не зевает, так она просит почистить ей жабры. К сожалению, этот вид оказался на грани исчезновения из-за загрязнения окружающей среды. Надолго ли они останутся с нами? Я приехал на Комодо в 1991 году и сразу решил, что это самое красивое место на Земле. В 2006 году я подумал, что нужно вернуть этому месту былую славу. Я здесь работаю. Я люблю наше море, я люблю Комодо. Это уникальное место, и я хочу, чтобы его защитили. Я хочу, чтобы здесь все осталось как есть для наших потомков. В мае 2019 года межправительственная научно-политическая платформа ООН опубликовала отчет по биоразнообразию экосистемам на Земле. Согласно отчету, человечество движется к биологическому уничтожению и на кону выживания не только окружающей среды, но и человеческой расы.